Всем привет, девчонки! Сегодняшнее видео я снимаю о своих новых покупках в этом месяце. У нас это май, в общем-то, практически такое преддверие лета. Практически уже лето, но что-то как-то нашу погоду нормально сейчас подпортили дожди. У нас, можно сказать, просто какой-то тропический сезон дождей, который уже, честно говоря, задолбал. И как-то, в общем-то, моя уверенность в том, что лето, вот оно близко, оно у меня опять падает. В общем, да, начнем с покупок, с как-то, в общем, чем я себя радовала. На самом деле, все купила, потому что что-то у меня закончилось. Ну, не считая лаков, но о них позже. Итак, первая вещь, которую я купила, это был вот такой вот боди-вош, который называется по-русски гель для души. Вот сет, сет Айвас, вот такой вот он, цитрусовый. Здесь, что здесь? Апельсин, грейпфрут, лайм, то ли мята, то ли шалфей, не знаю, что это, какие-то, в общем, травки, листики. Вроде как бы глупо, да, показывать гель для души, но я хочу его показать, потому что он офигенски классный. Он очень свежий, очень цитрусовый пахнет, просто даже не хочу слухать, потому что у меня это просто взрыв какой-то вообще эмоций. Очень вкусно пахнет цитрусовым таким коктейлем, даже, может быть, немножко мохито, может быть, ну, совсем чуть-чуть. Вот, в общем, те, кто живут в Канаде или, я не знаю, может быть, в Америке, по-моему, тоже эта фирма есть, попробуйте, потому что это вообще класс. Не знаю, если вы любите цитрусовые запахи и хотите что-то купить дешево и сердито, потому что здесь, как видите, боди-я нормальный, 709 грамм, то вот попробуйте. Я думаю, вы не останетесь разочарованными. Я лично вообще в диком восторге, я думаю, что такой штуки, ну, на лето должно хватить, наверное, да, наверное. Дальше. Тоже от этой фирмы, так как я вообще большой такой поклонник State Ivers, не знаю, мне кажется, у них все дешево, все такое, достаточно качественно. И, на самом деле, что бы я ни пробовала, по-моему, все мне нравится, мне кажется, все. Взяла тоже вот такой вот гель, не гель, лосьон для тела, он с помпой, как вы видите, что очень-очень удобно, очень мягкий, с запахом кокосового молока и экстрактом орхидеи. Блин, девчонки, это класс. Единственный минус его, ну, вот так вот, да, между нами, что называется, это огромный бадья в 600 мл, как бы, ну, то есть, вы понимаете, мне его мазать, 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 не замазать, не размазать, я думаю, до Нового года мне его хватит. То есть, конечно же, он мне надоест в какой-то момент, но, честно говоря, я попыталась выбрать запах, который бы меня меньше всего раздражал. Потому что еще я думала взять миндальное, ну, миндальное, как бы молочко, да, как лосьон для тела, но подумала, что он быстро мне надоест. А вот такой вот запах, не знаю, мне показал, что... Долго я с ним продержусь, но не знаю, честно говоря, надеюсь, 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 но, в общем, взяла попробовать, как бы, блин, за 4,5 доллара, мне кажется, классно. Дальше тоже, что у меня закончилось, точнее, не закончилось, просто я решила взять, на пробу в этот раз немножко другое, давайте-ка я чуть-чуть камеру так, на себя, да, чтобы было лучше видно, себя любимую, естественно, кого же еще. В общем, я взяла попробовать такой хваленый всеми продукт, как термозащита от Треземе, я не знаю, как это правильно произносить, наверное, так. Так, взяла, я думала еще взять, по-моему, риа есть, ну, в общем, взяла такую, честно говоря, даже думала я взять чьи, еще какой-то, ну, тема равен 20 долларов, блин, а эта мне обошлась в 2. В 2 неполных, то ли в неполных 2 долларов, то ли в неполных 3, я не помню. В общем, я взяла эту, тем более ее так все нахваливают, что решил попробовать. И мне нравится, что она с шеей, вот, видите, ой, запах прям какой-то чистоты, свежести и чего-то сладенького одновременно. В общем, спрей, я говорила, что крема я эти все не хочу на себя больше мазать, потому что у меня и так достаточно продуктов для волос, кремовой текстуры. В общем, взяла спрей, очень удовольна. Не знаю, что же он там защищает мои волосы или нет, но, тем не менее, мне, как бы, приятно им пользоваться. Поэтому зачет. Также у меня закончился такой продукт, как скраб для тела. И я взяла себе абрикосовый скраб от фирмы Экзект, Экзект, не знаю, это, наверное, какая-то а-ля фирма Ашан в нашем суперсторе, или не знаю, в общем. Такая-то очень дешевая фирма. Но, блин, знаете, как бы скраб для тела, такого плана, знаете, вот как вот я люблю. То есть здесь вот эти косточки, сейчас я вам покажу. Я его еще не пользовалась, про него ничего не могу сказать, потому что еще не пользуюсь, ну, еще и не пользуюсь, короче говоря. Ну, в общем, здесь все, как я люблю. Честно говоря, он мне очень напоминает скраб для лица от Сейт Айвас, как у меня был, и скраб для тела, по-моему, не то же, но как миндальный от Бодишоп. То есть вот эти вот гранулы такие большие, заметные, которые будут скрабировать мой зад. Вот, и, в общем, не знаю, как бы, по-моему, тоже стоило что-то вроде 4 долларов. Я подумала, отлично, такая бодья качает, ну, как бы, текстуры такую, которую я люблю, и, в общем, почему не взять. Взяла, на самом деле, думаю, буду довольна, но еще, если что, об этом расскажу. Дальше тоже из таких продуктов, честно говоря, она у меня даже лежит еще в косметичке. Да, я взяла себе, ну, я вам показывала вот этот вот от Иос, я брала бальзам для губ, который мятный, офигенно пахнет. Да, и взяла еще к нему, знаете, что я тут нашла, как это вам показать, я не знаю, крем для рук. Крем для рук. Взяла тоже в голубом таком оттенке, он вот так вот выдавливается. Он не имеет никакого специфического запаха, обычный, но на самом деле, как бы, мне кажется, класс. Да, то есть, мне был, на самом деле, нужен крем для руками наносить в сумочке, что-то у меня руки сейчас сохнут довольно нормально так. И поэтому, когда я увидела вот это, да, и вспомнила, что дома у меня лежит такой вот тоже голубенький, мятный, я взяла и еще не смогла удержаться. Вот, хотя я считаю, что цена на него завышенная, качество так себе. Вот, и тоже из таких продуктов я еще себе приобрела от Clorans, такой вот флюид, дневной энерджайзер для лица. Он очень маленький, у него, по-моему, 30 мл, ну, то есть вот он, да, вот, как лак для ногтей практически. Он идет с помпой, с помпой, это было мое основное условие, чтобы это был легкий, не крем, именно какой тут, именно как флюид, чтобы была помпа, чтобы был SPF. Здесь SPF 15, на самом деле, я думаю, что мне хватит на лето, отлично. Я уже, я не каждый день им пока мажусь, потому что, говорю, погода нас тут вообще пока подводит нормально, вот, но уже им пробовала, он, конечно, не увлажняющий, хотя он, в принципе, не заявлен, как увлажнять кожу. Ну, такой, да, имеет цитрусовый, по-моему, запах, такой свеженький, легенький, быстро впитывается, в общем, проблем с ним нет, ну, надеюсь, что на лето мне его хватит. Честно говоря, довольно, официальная его цена на сайте 15 долларов у нас продается, по-моему, за 20, за 20 или даже за 23. Могли бы и подешевле сделать, правильно, за такую маленькую баночку, но я взяла, потому что из того, что я искала, он единственный подходил мне по всем критериям. И последняя часть, это я себе купила три лака от Essie, сейчас вам расскажу о них подробнее. Но также я себе заказала на Bind Coins вот такие вот штучки. Это, значит, ну, ногти, знаете, искусственные ногти, чтобы я могла организовать свои ноготочки, чтобы я знала, где у меня какие лаки. Ну, вот я попыталась сделать такой, типа, эффект омбре, вот, и сейчас вам расскажу. Кстати, по-моему, эта штука стоила, что-то полтора доллара, может быть, два, вот типа того. Значит, сейчас я вам расскажу, какие лаки я купила. Итак, ну, давайте начнем вот с этого, который у меня, собственно, сегодня на ногтях, такого вот лавандового цвета. Все купила Essie. Essie называется он Bikini Soutini или номер 764. Все названия я оставлю внизу. Вот, выглядит он вот такая вот баночка обычная. И сейчас вам покажу его на моей ромашке, как говорится. Оп, вот такой вот цвет. Ну, в принципе, вот он у меня на ногтях, я не знаю, вот. Мне очень понравилось, если честно. Минус, минус этой ромашки, знаете, в чем? Что у нее прозрачные ноготочки, и лак на них смотрится чуть-чуть, отличается, так как он бы смотрелся на вашем ногте на самом деле. То есть, наверное, было бы хорошо иметь белую, но белые они не предлагают. Поэтому взяла такую. Здесь 50, кстати, штук. Дальше вот такой вот коричневый лак. Сейчас вам я его найду. Ну, вот он. Если мне не изменяет память, нет, она мне изменяет. Кажется, вот он. Да. Вот он, этот лак. Выглядит он вот так. Я его тоже же носила. Кажется, у меня он даже где-то мелькал. Называется Merino Cool. Вот, что-то потянуло меня на какой-то такой осенний цвет, но вот не знаю. И последний лак, который у меня, просто на него я уже давно смотрела, я не знаю, но точно, сейчас я вам найду, подождите, вот он. Точно я на него смотрела, я думаю, что где-то почти сразу, как я приехала, почти сразу. Вот он этот цвет, выглядит он вот так. Вот, то есть классно, да? Его я еще не красила на ногти, либо номер 544, кстати, а называется он Fifth Avenue, 5th Avenue. Вот. Это, в общем, прям, я его давно-давно хотела, наконец-то я его купила. Честно говоря, еще не красилась, потому что, в общем, использовала пока вот эти два. Хочу оставить его прям на такую, прям с жару, прям, знаете, вот прям на жару, чтобы накрасился, и прям летний цвет. Вот. Так что, в общем, вот такие у меня были покупки. В общем, безумно довольна вот этой. Знаете, как ребенок просто. Играюсь с ней. Вот. Ну, удобно, потому что даже, например, вчера я накрасила, ну, вчера, в смысле, я эту штуку заполняла, накрасила ногти, вот так вот приложила вот блестки. Давайте вот на этом будет хорошо видно. И прям понимаю, что было бы клево, если бы я еще блесточками накрыла. Ну, в общем, классная, классная вещь. Играюсь с ней как могу, как маленький ребенок. Вот, девчонки, это были все мои покупки в этом месяце. Их было немного, но, честно говоря, как бы, что, у меня сейчас пока всего достаточно. Вот. Всем большое спасибо за внимание. И если у вас в этом месяце были какие-то интересные покупки, то расскажите мне об этом. Напишите мне в комментариях, мне будет очень интересно узнать. Ну, все. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok